Саламас Тармакур Метте от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Я сегодня, в субботний день, выхожу по поводу изменений политических, которые сегодня произошли. Я так понимаю, что очень сильно это взволновало наше общество. И хочу откомментировать реальную ситуацию. Дело в том, что существуют разные мнения. Но это в большей степени, если вы слышите мнение от представителей власти, из-за харды. Разные так называемые политологи озвучивают какую-то версию. Это тот вброс, который нужно каким-то образом упаковать в действующие власти. Если вы слышите мнение, ну какое-то якобы независимое, к сожалению, это мнение непрофессиональное. Потому что люди, которые такое мнение излагают, они не знают глубоко, как устроен механизм. Никогда не были внутри этой системы. Не знают, каким образом принимаются решения. И поэтому это, что называется, гадание на копейной гуще. Я, в принципе, подробно, постоянно рассказываю. И я говорю, как человек, который очень хорошо знает эту политическую систему. Знает, как принимаются решения. Знаю очень хорошо лично Нурсултана Назарбаева. И поэтому, чтобы вы понимали, моя позиция, она абсолютно близка к реальности. И действующие те или иные события, они просто подтверждают. Еще в октябре-сентябре 2016 года, находясь в тюрьме по запросу об экстрадиции из России, из Украины и из Казахстана в том числе, я понимаю, что скоро, очень скоро я выйду. А я вышел в декабре, 9 декабря 2016 года. Я озвучивал то, что произойдет в ближайшее время. Я, на самом деле, тщательно готовился к будущему политическому процессу, который, собственно, сейчас реализовываю, создав демократический выбор Казахстана. Так вот, в сентябре-октябре 2016 года, находясь в тюрьме, я написал серию постов на Фейсбуке. Около 20 их было написано, которое называлось «Анатомия политической власти Казахстана». И это было написано тогда, когда умер узбекский президент Ислам Каримов. Умер неожиданно. При этом какое-то время действующая на тот момент исполнительная власть в лице премьер-министра Мезюева скрывала о том, что Ислам Каримов умер. Более того, 1 сентября, там у них был праздник, даже умудрились распространить заявление от имени Ислама Каримова и поздравления узбекского народа. Вот, собственно, вы и дальше знаете. Торжественно похоронили. Затем, когда стало известно, ну, предварительно все претенденты на власть были, скажем, устранены. Ну, не убивали их, но они все добровольно отказались. Ну, в частности, председатель Сената уступил свое место. Он сказал, что на выборы не пойдет. Мезюев стал исполняющий обязанность президента. Затем, когда он стал законным как бы президентом, пройдя выборы, на котором не было никаких конкурентов, он принялся за избиение членов семьи Ислама Каримова. В частности, Гульнар Каримова была отправлена в тюрьму. Сейчас она там уже надолго. Богатства их начали отбираться. И нынешний президент, он просто построил жесткую диктаторскую модель, когда все просто вместо Каримова поменялось на Безюева. И более того, все его книги сжигались. Было запрещено в средствах массовой информации упоминать имя Ислама Каримова. Ну вот и, собственно, сам Назарбаев, когда это увидел, его окружение это увидели, они испугались. И поэтому, вот, собственно, в сентябре, в октябре 16-го года они начали быстрые изменения, избавляться от тех, кто потенциально представлял в их понимании опасность для их власти. И вот тогда я в тюрьме написал, кого, на какие позиции эта власть будет ставить, кого подсадят в тюрьму, кого отправят в отставку. И вы можете просто зайти на мой фейсбук сентябрь, октябрь, ноябрь, этот период месяц, и почитать мой фейсбук, который называется там серия постов анатомии политической власти Казахстана. И вы увидите, что очень многое там реализовалось, очень многое. И какая-то часть, что называется, ну почти на 80-90%, вот-вот должна была бы на 100%, но помешали разные события. Ну и я считаю, что события, в первую очередь, связаны с тем, что мы организовали политическое движение, демократические выборы Казахстана, организовали борьбу, озвучили все планы Нурсултана Назарбаева, а планы у него были такие, передать власть Дарье Назарбаевой. И вот вы видели, как в прошлом году методично, шаг за шагом, все это реализовывалось. И 17-й год, когда мы объявили о создании демократического выбора Казахстана, 18-й, методично менялось законодательство, якобы будет парламентская республика. Сейчас Назарбаевские пропагандисты пытаются рассказать о том, что будут какие-то изменения, что якобы будут конституционные изменения, так что у нас будет парламентская республика, все это вранье и ерунда. В авторитарной системе власть не делится, они могут вывески менять, называть парламент и так далее. Вы знаете, депутаты у нас ноль, куклы, и человек, который рулит страной, это сейчас Нурсултан Назарбаев, хоть у него нет должности президента страны. Итак, собственно, вот с этого момента, 17-й, 18-й год шел постоянно процесс перестройки системы государственного управления. Все загонялось под должность председателя Совета Безопасности, назначение Самру Казана, назначение министров. Ну и вы сейчас знаете, что нынешний президент Такаев, он может назначать своим указом только акимов районов и населенных пунктов. Он даже замминистра не может уволить. Если вы увидели этот указ, то только после того, как дает согласование, так называемый, по жизни ЕЛБАСЫ. Более того, сам Такаев подписал указ, в котором зафиксировал, что ему необходимо согласовывать все решения. Не согласовал, не сможет назначить. Даже ему в голову не придет назначить кого-то. Сегодня у многих возникли, скажем, иллюзии, что вот такая вчера была мебель, а сегодня не мебель. Ну где вы видели, вот стоит в углу мебель, или вот у меня за моей спиной. Раз она жила и вот стала не мебель. Такого не бывает, только чудеса. Нужно просто зафиксировать, мебель есть мебель. Соответственно, все варианты с оживлением мебели автоматически умирают. Нужно знать четко. У меня задача, чтобы наше население образовывалось, понимало все эти движения, расклады. Для чего? Для того, чтобы мы могли предугадывать, понимать все действия власти, понимать, что нас хотят в очередной раз обмануть. И мы не должны позволить это сделать. И если нас как бы обманули, мы должны четко знать, что нас обманули. И добиваться, чтобы все было правильно. Вот, собственно, это наша задача. Ну, конечно, правильно это мы должны выгнать всю эту политическую верхушку во главе с Назарбаевым. Итак, собственно, чтобы понимать, что произошло, мы должны знать. Такаев мебель. Я его не оскорбляю. Там мне пишут, ну как там, вы же культурный человек, зачем вы оскорбляете? Слушайте, если глава государства мебель, ну вот представьте, упростим, вы садитесь в автобус, а там сидит человек, который не умеет управлять, он не знает на кнопке. Рядом стоят люди с палочками, нажимают ему левую ногу, нажимают правую, и кто-то им управляет. Вы хотите такого водителя? Вам же должно быть страшно, представляете? Вы едете в автобусе, и автобус отъезжает куда-то в пропасть. Почему я говорю, что мебель? Потому что, а как иначе называть человека презрительно, нужно называть? Что под угрозой наше государство, если во главе государства находится человек, который не может принимать решения, не в состоянии, у него нет полномочий, ну извините, если у него нет ни полномочий, он просто стоит, и только когда ему приносит какую-то бумажку на подпиши и сделай, он это сделает. Он не управляет ни министрами, ни премьером, вообще никем. Мебель есть мебель. Надо задуматься, что руководитель государства ответственен за судьбы каждого из вас. Если человек, который на этом пасу находится, не может эти решения принимать, тем не менее он там находится, он не должен вызывать у нас кроме презрения ничего. Мы должны называть его мебелью, именно тем, кем он на самом деле является. И так, поэтому сразу верьте, что Такаев ожил, будучи мебелью, вот такой решительный. Я вот просто читаю от известных там блогеров, что вот сейчас вот двоевластисть закончилась, он стукнул кулаком по столу. Даже сегодня фейковое заявление было Назарбаева, что якобы он уходит с должности руководителя Совета Безопасности. Знаете, я когда утром все эти сообщения получил, ну, я говорю, ну что такое, я что ли тут с ума сошел, или что такое? Ну, знаете, человек профессионал, который все знает, как происходит, понимает, принципы принять решение, когда все это видит, он говорит, какой-то бред. Мне это было достаточно, чтобы сразу опровергнуть. Ну, буквально через короткое время я получил подтверждение, что это фейк, просто смонтированный какими-то умельцами, да? Мне Назарбаев говорил, что он якобы уходит в том числе с должности представителя Совета Безопасности. Это в принципе не может быть, в принципе. Вот, и когда понимаешь, как устроен механизм, ты сразу отбрасываешь какие-то версии. Так вот, мебель никакие решения не принимала. Дерегу отстранял Мурсултан Назарбаев. Ну, здесь, конечно, многие должны радоваться. Наконец, хромая курица, как я и назвал несколько месяцев назад, что она не политик, она подбитая курица. Ну, на Западе называют хромая утка, когда политик уходящий. Я, понятно, в связи с тем, что мы не на Запад, назвал ее хромой курицей. И вот, наверное, сейчас многие радуются, говоря, что вот, все, хромая курица подбит на обе ноги, она пропала. Не спешите радоваться, уважаемые друзья, и не говорите, что вы так вот позицию заявляли, что Назарбаев испугался, что вот будет массовый протест, и поэтому типа ее утопил. Ничего подобного. Для того, чтобы Назарбаев испугался, действительно нужно, чтобы на улице хотя бы один раз 50 тысяч появилось. Но этого же не было. Поэтому здесь очень важно трезво оценивать ситуацию и не выдавать желаемое, то, что у вас в голове, или фантазии за действительность. А действительность такова, что на данный момент Назарбаев пока еще, во всяком случае, после карантина посмотрим, но до карантина, он мог поставить на должность президента, представителя Сената, вообще на любую должность, всех своих коней, которые у него есть в его конюшне. И народ бы в целом это проглотил. Может, для вас это оскорбительно? К сожалению, это вот, к сожалению, до карантина, во всяком случае, было так. Потому что на массовые митинги, которые мы приглашали людей поучаствовать, выходило, да, в 9 июня прошлого года, 1 мая, было какое-то количество, чуть позже, но не было десятков тысяч. Поэтому у этой власти нет никаких оснований считать, что вот мы боимся народ, и поэтому Назарбаев снял Даригу. Нет, не так. Я вам сейчас причину объясню, в чем причина. И не стоит радоваться, потому что в этой ситуации, что Дарига, что Карим с Тимуром, для нас не имеет никакого значения. Мы должны четко понимать, это воровской клан, мафиозная группировка, которая захватила власть. И все, что мы должны добиваться, выгонять эту политическую верхушку. Вот такой вывод мы должны делать для себя в данной ситуации тоже. И не надеяться, что Назарбаев построит какое-то там парламентское государство, что якобы там парламент будет рулить, люди будут избирать депутатов. Все это ерунда, уважаемые друзья. Но я единственное, что могу сказать, что мы непрерывно разрушаем планы Назарбаева. И это хорошо. Потому что мы создали реально политическую организацию, шаг за шагом оказываем давление, объединяемся, но недостаточно. Надо нам объединяться сильнее, чтобы действительно мы могли сказать, а теперь, Нурсултан Абишевич, мы тебе не дадим никого назначить, а теперь ты уйдешь. Это возможно только тогда, когда нас будет много. Итак, давайте вернемся к Дориге. Такаев ее не менял, не назначал. Все сделал Назарбаев. И обратите внимание, что за должность председателя Сената, когда одним указом президент страны может снять ее с позиции Сената, она уже депутат Сената, и она автоматически теряет должность председателя Сената. Второй человек государства одним указом снимается. Где такое видно? А в данной ситуации так и произошло. И, конечно, произошло это по указанию Назарбаева. Давайте мы разберемся, почему это произошло. Дело в том, что нужно просто знать, как все устроено. У нас на самом деле ничего, имеющего отношение к демократии, нет. У нас просто ханство Нурсултана Назарбаева, когда он проснулся, назначил дочь, проснулся, назначил свою лошадь, что угодно может, при молчащем народе, естественно. Я хочу сказать, что Дарига Назарбаева давно, давно, давно планировала прийти во власть и торопилась. Она хотела прийти еще в конце 90-х годов, когда возглавляла Хабар. Вы истории помните 2001 года, когда она была фактически отстранена везде, в том числе из Хабара. А ее муж Рахат Алиев, который возглавлял налогу полиции страны, был потом директором департамента Комитета национальной безопасности, первым заместителем Комитета национальной безопасности, был отстранен. И потом тихо отправлен послом в Австрию. Это как раз ознаменовалось приблизительно в тот период, когда была борьба с организацией демократического выбора Казахстана в 2001 году. Только если 27 марта 2002 года я, в частности, был отправлен в тюрьму, а Дарига Назарбаева вместе со своим мужем Рахатом Алиевым были отправлены в ссылку посольства в Австрию. Вот, собственно, внешне это выглядит, что конфликт таким образом развился, дошел до такой степени. С чем это было связано? Дело в том, что именно в тот период Рахат Алиев вместе с Даригой, сейчас история и время показывает, что всем этим манипулировал, управлял Дарига. Они расставили кадры на всех уровнях. Руководитель администрации президента Сарабай Калмурзаев был человек Рахат Алиева. Начальник службы охраны президента, который отвечает за его жизнь, был Альнур Мусаев. Вместе с Рахатом они как раз продумывали, что Рахат придет к власти. Ну, вместе с другой, естественно. Ну, и вообще в стране в тот момент не было ни одного человека, который бы не был под контролем, я имею в виду во властных структурах. Все контролировал Рахат, и они здесь поторопились. Они поторопились, дискредитировали Назарбаева, создали какие-то сайты типа Азиопа и так далее. И начали кошмарить бизнес, начали давить на чиновников. В частности, меня вызывали присягать на верность Рахату. Конечно, я его послал на самые разные буквы. У нас был жесточайший конфликт. И, собственно, мы не собирались участвовать в построении кланового государства. Собственно, мы тогда объединились все и решили, что необходимо создать политическую организацию, которая будет строить реально демократическое государство. Вот был принципиальный спор. Борьба была не с Рахатом Алиевым, а с Дарьгоем Назарбаевым. Нет. Мы тогда заявили, что нет, так ему не пойдет. Это Казахстан не является частным собственным султаном Назарбаева. Вот почему был создан демократический выбор Казахстана. И все программные цели, которые сейчас я озвучиваю, большая часть, она была озвучена еще в 2001 году. Вы видели, буквально пару дней назад я выставил свое выступление на конференции ДВК, где об этом всем было заявлено 18 лет назад. Поэтому, собственно, Назарбаев с нами расправился, потому что он хотел строить клановое государство. Но Дарьго тоже тогда попала под удар, потому что все это привело к разным таким тектоническим процессам, что он был вынужден временно отодвинуть свою дочь вместе с зятем Рахатом Алиевым. На самом деле их обвинили в попытке государственного переворота. Но вы должны понимать, что Назарбаев верит только членам своей семьи. И поэтому в какой-то момент наступило время, он был вынужден снова притащить Дарьго обратно. Потому что зятя он своего, чтобы он ему отдал власть, он не видит. А из всех его близких родственников, только его то ли дочь, то ли не дочь, сейчас уже не поймешь, время покажет. Дарьго, то ли она его подружка, которая родила Ай-Султана. По версии Ай-Султана, она родила ему Ай-Султана. То есть вот такие моменты всплыли по заявлениям Ай-Султана. Но в любом случае, он ей доверял больше всех, он считал, что она наиболее подготовленная. Она вернулась в Казахстан в конце 2003 года, создала партию АСАР. Партию АСАР и опять вступил в конфликт с папой. Потому что она эту партию начала раскручивать, стала лидером. Акимы областей вынуждены были ей помогать, поддерживать. И вся инфраструктура, все чиновники, вчера которые были назначены Назарбаевым, они начали так думать, кто в стране рулит, Дарьго или ее папа. А вдруг Дарьго, а вдруг он ей хочет отдать власть. А сейчас ей скажешь нет, она же уничтожит. И Акимы, министры, начали группироваться вокруг Дарьги. И наступил момент, когда Назарбаев стал ощущать, что, слушайте, возвращается в 2001 год, опять будет государственный переворот. Есть известный аудиоразговор Рахата Алиева, где Назарбаев говорит, отдай мне хабар, отдай мне то, отдай мне все там, все под контроль и так далее. Рахат его тогда записал. Вы же помните этот разговор? И он тогда настаивал, что партию Ассар закрываем, сливаем с Нуратаном, Дарьго будет членом полицовета и так далее. Это был тот самый период острого конфликта, который фактически последствия привел к разрыву. Рахат Алиев в итоге был изгнан, обвинен в убийстве двух банкиров. Ну и в итоге его в 2015 году убили в тюрьме. А Дарьго, человек, который сделал выбор, она бросила Рахат Алиева в 2007 году, развелась с ним в одностороннем порядке и для себя решила, что она самостоятельно будет двигаться во власть, теперь уже без Рахата. То есть вы видите, вы должны видеть генеалогию, каким образом все это развивалось. То есть Дарьго все время пыталась стать первым человеком в государстве. И собственно она была вот на полушаге достижения этой цели. И вот в 2016 году пошли процессы, она то вице-премьер, то мажорист, вице-спикер и все прочее. Но и в конечном счете она стала председателем Сената. Где она прокололась? Проблема в том, что Дарьго себя вела и тогда, и позже, и сейчас, до последнего момента, как такая, знаете, строптивая и непокорная дочь, которой все сходило с рук. В отличие от Тимура Кулебаева. Ну он же все-таки зять, а она дочь. Ну посмотрите, я сейчас хочу теперь развернуть, что случилось, когда она стала председателем Сената. Она стала бы президентом страны, но у нее есть серьезный конкурент Тимур Кулебаев. Смотрите, что она сделала. Вот сейчас возникла ситуация с разделом 10 миллиардов долларов. Приходит Тимур Кулебаев и говорит Назарбаеву, папа, если вы мне сейчас эти 10 миллиардов долларов не дадите, мой халык-банк упадет. Вот, потому что наступила критическая ситуация, физические лица не могут вернуть кредит, у них нет работы, массовое сокращение, значит все кредиты, которые были в халык-банке, они не вернут. Раз. Юридические лица, вы посмотрите, я половину банковской секции контролирую, они меня сейчас не вернут, потому что стройка встала, торговля встала, халык-банк упадет. А халык-банк стоит миллиарды долларов, это же наше состояние, там ваша дочь, рулит как собственник этого банка. Посмотрите, он говорит, ну сам вещь, все, халык-банку конец, а если халык-банк падает, там вкладчики населения, там миллионы. После того, как халык-банк, самый большой банк страны падает, разоряются все остальные банки, потому что начинается паника, люди начинают забирать деньги, и он ему, конечно, говорит, что он сам вещь. Если вы не спасете халык-банк, наш банк, то нам каюк. Ну и что делать Назарбаеву? Действительно, халык-банк сейчас стоит на грани разорения, и не только халык-банк, все банки, потому что их клиенты сейчас не имеют работу, они не могут погасить кредиты. А раз они не могут погасить кредиты, то это здесь вкладчики, а вкладчиков как деньги отдавать? Тут же клиент не гасит деньги, вкладчикам нужно отдать деньги. Тогда эти вкладчики начинают завтра штурмовать банки, и это вырождается в такой мощный социальный конфликт, когда миллион людей выходит на улицу, а это 10 триллионов в тенге минимум вкладчиков, физических лиц. 10 триллионов это приблизительно 25 миллиардов долларов. Вы представьте, там огромная часть населения, ну разные суммы положили на депозит, им банки Тимура Кулебаева говорят, и Назарбаева, знаете, у нас денег нет. Что будет? Будет шторм. И поэтому, когда приходит Тимур Кулебаев к Назарбаеву, говорит, спасите нас, они принимают решение не прямо давать деньги, потому что мы многократно разоблачали, говорили, смотри, народ, что он делает, Назарбаев, засунул 8 миллиардов в каску, и за 2 тенге купил. Ну круто, из бюджета 8 миллиардов украсть и разбогател. Мы уже его разоблачили. И так же в Цеснобанк 4 миллиарда влил. Теперь они говорят, так, так, подождите, давайте мы хитрее сделаем. Дадим вот это строительным компаниям, там BI Group. Вот здесь он приходит, убеждает, вот смотрите, вот здесь Алия Назарбаева, а мы в списке сейчас будем публиковать, покажем, где предприятие Алия Назарбаева. Вот это Алия Назарбаева, вот это Кайрат Бурамбаев, он наш куда, куда дорогие Назарбаевы. Вот это вот еще предприятие, где вы имеете долю, у Тимуратов, вот здесь Казахмыс. Видите, все это вот так вот раз, придет наш банк, и все будет хорошо. Он принимает это решение. И тут эта хромая курица начинает ломать их замысел, спасти их собственность, в принципе, и спасти их власть на самом деле. Они же крадут государственные деньги, себя прикрывают. Но дорогая же дурочка, это же хромая курица, которой вообще в голове ничего нет. Она просто ненавидит Тимура, она просто хочет использовать эту ситуацию, чтобы его замочить, выкинуть его людей и прийти к власти. И не идет к папе советоваться. Она двигается так, как она видит. Она думает, дай-ка я сейчас воспользуюсь, апеллирую к народу, скажу, так делать нельзя, я председатель Сената, почему с нами, с парламентом и не обсуждают, почему они вот как-то вот так делают. Хотя она прекрасно знает, что этот маневр обманывал нас. Трудно было обвинить, что опять он свои банки сливает, деньги Назарбаев, и зато спасает свои банки, ну и другие банки в том числе. Дорега просто это хочет использовать, начинает пиариться, выскакивает, что обвинять Тимура, она нападает, что этот Атамикен нехороший, а он нужно, Атамикен отобрать функцию, создать министерство легкой промышленности. Она наезжает на премьера. Вот представьте, сидит дочь Назарбаева, говорит, мы будем создавать министерство. Вот кто она? У нее функция законы писать, утверждать, а она едет в Россию по углю, встречается, тогда был премьер-министр Медведев, типа, межгосударственные отношения, это не ее функция. Она наезжает на премьера, говорит, нужно легкой промышленностью заниматься. Она наезжает на премьера, говорит, а почему вы аграрный сектор не поддерживаете? То есть фактически она нападает на премьера, нападает на Самрук Казана, она нападает на Тимура Кулебаева, и по сути дела она этого президента, который и так мебель, делает посмешием, то есть центр власти к ней перетягивается. Но это ладно, все равно же Назарбаев собирался ее назначать вместо себя президентом, чтобы оставить наследство страну. Но проблема в том, что эта хромая курица по сути подрывала финансовую стабильность семьи Назарбаева. То есть она фактически била по халык банку, подрывала банку систему, это могло привести к тому, что возник бы кризис. Понимаете, она же дурочка просто, еще и не понимает, что делает. Вот так ей, вот она такими своими действиями дала шанс новый, чтобы Карим Масимов, Тимур Кулебаев, Касмажем Артакаев, объединившись, а это одна группировка, пришли к Назарбаеву и сказали, слушайте, вчера были проблемы с Ай-Султаном. Ай-Султан вас дискредитировал, сказал, что у вас был инцест. Сегодня она нападает на правительство, она нападает на Самру Казана, она перетягивает полномочия Сенат, так у нее, что ей не хватает. Смотрите, в Англии, там вокруг нее скандал, она подрывает вашу власть. Конечно, она Зарбаев не так, чтобы одну сторону послушал, он ей с Дарьевой разговаривает, говорит, ну ты что делаешь, ты сейчас Халыкбанк угробишь, мы вообще всю финансовую систему угробим, ты Дарьега, что делаешь? Ну, Дарьега, знаете, она привыкла, что она дочь, ей все прощается. Она же не прошла снизу вверх политическую борьбу, она вот думает, что вот она такая умная, что-то сказала, и все построились, только потому, что она такая умная, на самом деле, только потому, что она дочь Назарбаева, или не дочь, или любовница, хрен его знает. И вот, у нее такое, знаете, самомнение, это приводит к тому, что против нее выстраиваются все, все правительство, окружение Назарбаева, сам Токаев, ну и знаете, прекрасно, что общество ее тоже не любит, но для них это дело десятое, чтобы вы понимали. И вот наступает ситуация, что Назарбаев понимает, сейчас она придет во власть, что она сделает? Она начнет молотить, Кулебаева, и все эти кадры. Да, он не хочет, чтобы Кулебаев пришел во власть. Почему? Потому что, Кулебаев это зять, потому что он, фактически, и не живет с Динарой Кулебаевой, она живет где-то в Швейцарии, бухает просто, уже запила, живет своей жизнью, у него там Гоги Ашкенази, и сто таких Гоги Ашкенази, он Гоги Ашкенази сливает миллиарды долларов, как бы плюет на нее, и Назарбаевы это, что называется, глотают. Потому что, кто эти деньги переводит, Гоги Ашкенази, по словам Айсултана, Хайрат Бурамбаев, куда, дорогие Назарбаевы, его дочь вышла за Айсултана, за сына, дорогие Назарбаевы, и вот этот, куда, Гоги Ашкенази, переводит сотни миллионов долларов, постоянно, представляете, то есть вообще ни во что не ставит, фактически Назарбаев, свой супруг, который живет в Женеве, и конечно Назарбаев понимает, что если завтра во власти будет Тимур Кулебаев, то клан Назарбаев конец, и он на него не ставит, он поэтому ставил на Дарягу, а тут Даряга, оказывается полная дурочка, то есть она ради того, чтобы прийти во власть, а он ей все время говорил, не торопись, все у тебя будет, не торопись, она все время хочет показать, что она умная, красивая, такая пивунья, такая талантливая, экономист крутой, легкую промышленность знает, и тут вот, начинает крушить, ломать все, то есть фактически все, что он годами создавал, она одним ударом ставит на дно, и он понимает, что все, выбор был неправильный, придется убирать, дает команду, там сопли, слезы, вопли, раз ее нету, сейчас там всякие разные версии, якобы фракции какие-то будут в парламент создаваться, что Дорига где-то появится, все она списана, уважаемые друзья, Дорига списана, если бы ее политической жизни еще было бы лет 20-30, она могла бы опять уехать в Австрию, в Лондон, потом снова вернуться, как было и раньше, нет, сейчас этого не будет, ситуация в стране изменилась, общество изменилось, есть политические организации, которые наращивают свое влияние, все, Доригу можете списать. Теперь Назарбаев, он продумывал, а я в феврале говорил, что Тимур Кулебаев съест Доригу, потому что у него расставлены люди, потому что там серьезные группировки, которые обладают ресурсами, они опытные в борьбе, борьбе именно вокруг Назарбаева, не в политической борьбе, публичной, а вокруг Назарбаева, знает на него, как воздействовать и так далее, и сейчас Назарбаев в тупике. Была Дорига, член семейного клана, теперь что делать? Вот что ему делать? Тимур, он говорит нет. Но ситуация такова, что сейчас Назарбаев проигрывает. И очень скоро будет следующий этап. Я в своем эфире в феврале говорил, что на первом этапе объединенная группа Тимур Кулебаев вместе с Каримом Масимовым и к ним примкнет Касм-Жумар-Такаев сидят Доригу. На втором этапе Тимур Кулебаев вместе с Каримом Масимовым сидят Касм-Жумар-Такаева. Теперь мне будут задавать вопросы, когда это произойдет и почему так будет. Дело в том, что ну вы посмотрите, ну кто такой Касм-Жумар-Такаев? Он просто путается под ногами, просто он временно, как прокладка, нужен. Его назначили, чтобы сбить накал недовольства в обществе, потому что мы озвучили, сказали, что Дорига будет назначена президентом, и они сделали временную прокладку, чтобы Запад не шумел, и транзитный период назначили Такаева. Но это не может продолжаться бесконечно. Он нулевый, он все время может в какой-то момент качнуться, предать и так далее. Ну, ситуации разные бывают. Поэтому вообще сейчас ситуация для Назарбаева сложная. Он должен найти кандидатуру из своего семейного клана, который мог бы заменить Такаева, а он не верит никому, кроме как кровной связи. И тут засада. Тимур не подходит. Другие дочери не тянут. Ну, Булат Назарбаев, вы знаете, сантехник, он от жизни ничего не хочет, кроме кого как бы обкубить. И он попал в тупик. Сейчас там люди обсуждают, что Исимова поставят председателем Сената, еще кого-то не имеет значения. Он может свою лошадь поставить. Сейчас у Назарбаева тяжелее ситуация. И его обыграли. Его обыграли Тимур и Карим Масимов. Одним словом, наступает ситуация, когда очень скоро во главе страны мы увидим две версии. А самое реальное это Карим Масимов. Потенциально, в которой никто не верит, что Тимур Кулебаев будет возглавлять страну. Но представьте себе, ну как он, Тимур будет возглавлять страну. Он бухает, ходит круглыми сутками. Ему там простудок возят самолетами. Когда он пьет, он кокаин употребляет. Он постоянно или пьет, или кокаин, или ходит, там тусуется где-то. Вот чтобы такой человек возглавлял страну. Ну, понятно, что это минимальная возможность, минимальная реализация вот такого. но даже если это будет такая ситуация, я хочу просто показать альтернативу. Где вы, кого там увидите рядом с ним такую целеустремленную, организованную? Ну, Гога Ашкеназий, который он там миллиарды загнал, что называется, при живом Назарбаеве, ничего не опасаясь. Значит, в нашей стране есть альтернативы. Приходит Тимур Кулебаев, а по сути приходит Гога Ашкеназий, которая когда-то еще в Англии сказала, я тут тусуюсь с премьер-министрами, с принцами, с королевой. Вы же помните, ее такая шляпа, она с королевой Елизаветой стоит рядом, такая довольная, счастливая. Тогда она сказала известную фразу, что я хочу, я стану Ханшей. Ну, понятно, как она станет Ханшей. То есть, у нас какая альтернатива? Приходит Тимур Кулебаев и рулит страной Ханша, Гога, Ашкеназий. Это первая версия. Ну, а реальная версия в итоге, что президентом страны, вы понимаете, это шаг за шагом, эта конструкция выстраивается, которую я озвучивал еще в 2010 году. Наиболее подготовленный, наиболее подготовленный, чтобы обыграть всех, это Карим Масимов. И при поддержке Тимура Кулебаева они сейчас будут эту конструкцию строить. И на каком-то транзитном этапе они Такаева отстранят. Теперь, когда кто-то говорит, что а вдруг Дарига станет премьер-министром, ну что вы, ребята, сейчас кризис. Она там, даже если бы у нее был курятник, она бы не смогла своей курей посчитать, да? Сколько там у нее кур? О чем вы говорите? Дарига ноль в экономике, вообще, она не умеет решений принимать. Поэтому, кто говорит, что она станет премьер-министром, это просто люди далекие от реалии. Конструкция может быть следующая, промежуточная. В итоге может стать примером Карим Асимов. На председатель комитета национальной безопасности могут назначить, скорее всего, сама Табишин, которая сидит на позиции первого зама. Затем эта машина просто перемолотит, когда Назарбаев помрет, перемолотит всех Назарбаевых. Ну, Динару Тимур не будет трогать, капитал есть, живи, Швейцария, прилетит Гогашкинази вместо нее, будь первой леди. И вот, когда такая конструкция временно будет, когда премьером будет Карим Асимов, президентом Такаев, Сенат там не имеет значения, кто. Какое-то время эта структура поприсутствует и следующий этап Такаев уйдет. Он все равно уйдет, он не устраивает никого, он сейчас нужен временно, чтобы сейчас убрать Даригу. Даригу убрали, опять баланс поддержали, кадры свои расставили и следующий этап это снова восхождение на более высокие позиции Карима Асимова. Ну, собственно, я знаю, что многие там нападают на Карима Асимова, мы там то увидим 10 тысяч человек, этим сотни тысяч, как против Дариги говорили. Друзья, все это возможно, карантин покажет. Вот карантин сейчас завершится, мы будем организовывать митинги и посмотрим, сколько будет людей. Если у нас будет десятки тысяч, если вы действительно думаете, что нужно менять этот режим, тогда да, тогда мы никому не дадим ходу, ни Кариму, ни Гоге, Ачкин Азии, никому. Но реальность такова, что в их голове идет такая конструкция и они ее будут реализовывать. Карим, он сидит и думает, плетет, он наиболее близкий к Назарбаеву человек. Теперь вы мне, конечно, задаете вопрос, если Тимур Кулебаев так плохо поступает с дочерью Назарбаева, Зинара, что она там запила где-то, вообще он ее, как бы что называется, забил, как же так, почему он не выгонит своего зятя? Ну, во-первых, я могу сказать, они настолько сильно обросли финансовыми отношениями, историей, все прочее, миллиарды долларов Тимур Кулебаев как бы держит в пользу Назарбаева. Он не может на своем счету активы оформлять, потому что он всю жизнь был государственный чиновник и когда его активы там проявятся на Западе, немедленно будет арестован и конфискован. А Тимур Кулебаев самый богатый человек страны, там больше 7 миллиардов долларов, его состояние оценивается в журнале Forbes. Вы же помните, как Дорига пришла в Англии на первом этапе отбилась, что она в журнале Forbes, она там, у них 600 миллионов долларов в состоянии и все прочее. Вот для этих целей был Тимур Кулебаев нужен, он держит миллиарды, десятки миллиардов долларов активов Нурсултана Назарбаева, поэтому он его выкинуть не может, уничтожить не может, даже если эти активы наберет, отберет у него, ему не на кого оформить, нужно же кого-то опять надуть, сказать, что он супер-гений, супер-миллиардер, на это нужно время, а у Назарбаева времени уже нет, поэтому Тимур ему нужен. Карим, доверенное лицо, которое в Сингапуре, других странах, тоже миллиарды долларов держит через своих подставных доверенных лиц, поэтому он фактически попал, что называется, полностью с Тимуром Кулебаевым и с Каримом Масимовым, это наиболее влиятельные люди, наиболее подготовленные, поэтому они везде расставили свои кадры, обложили Назарбаева, все события будут выстраиваться так, что они его будут вести по, как бы, по траншеи, поэтому мы все должны знать, что в скором времени мы на ведущей позиции в нашей стране уже не за кулисами, а в реальности увидим снова Карима Масимова, который как публичное лицо будет действовать, или Тимура Кулебаева, так что у нашей страны выбор или Карим Масимов, или Тимур вместе с Ханшей Гога Ашкеназией, хотите такой выбор? Я уверен, что не хотите, поэтому да, дорогу, эту хромую курицу можно списать, и мы не должны верить никаким конституционным изменениям, парламентская республика, все это ерунда, в диктаторской стране власть не делится, в парламенте куклы, которые просто подписывают любые бумажки, можно одного депутата посадить, называть его парламентом, ничего не изменится, так же будет подписывать эти сотни депутатов, как один депутат, просто миллиарды сэкономим, понимаете, поэтому никакой реформы конституционной не будет, Назарбаев пока жив, власть никому не отдаст, но он стал жертвой, потому что та, на кого он поставил, все провалилось, теперь у него близких таких родственников нет, и на самом деле, чтобы мы понимали, это заслуга гражданского общества, заслуга именно нашего политического движения, демократических выборов Казахстана, который все время разоблачает, показывает, прижимает, и он вынужден, вот они так сказали, а давай мы по-другому сделали, и таким образом мы Назарбаева загнали в тупик, но для нас, для граждан Казахстана нет никакой разницы, будет у власти Назарбаев, Такаев, Карим Масимов, или Тимур Кулебаев, если природа этой власти не изменится, а именно, когда эта власть будет прилежать кому-то, и они будут грабить миллиардами, ну представьте, в власти приходит Тимур Кулебаев, или Карим Масимов, кто такой Тимур Кулебаев, это человек, который вот прямо сейчас 10 миллиардов заворачивал на свой банк, это человек, который украл Халыкбанк, это человек, который сидя на позиции председателя Казмуная Газа, просто утопил, украл 5 миллиардов долларов в Румынии, и ему за это ничего не было, это человек, который миллиарды долларов разной схемы через разную схему ворует, часть из них при Назарбаеве перебрасывает своей подружке Гога и Ашкенази, и ему ничего, то есть вы понимаете, эти люди придут будут грабить страну миллиардами, и они в отличие от Хромой Курицы более организованы, более подготовлены, что это значит? Это значит, они, придя во власть, усиливая свою позицию, завтра весь репрессивный аппарат, механизм, Комитет Национальной Безопасности, Министерство Внутренних Дел будут разворачивать против тех, кто борется с этой властью, понимаете, они более организованы, они более опасны, чем Дариган Азарбаева, понимаете, это мы должны осознать, и поэтому приход, что Карима Масимова, что Тимура Кулебаева на прямые позиции ничего не даст, просто будут продолжать грабить, где народ в этой ситуации вообще ничто и никто, и по Такаеву я видел там какие-то, знаете, на казахском языке хвалебные, вот он год поработал, там 42 тысячи тенге нам дал, вот там чуть-чуть кредит списал, вот хороший президент, я честно говоря, просто вежливо, если сказать, скажу, я плююсь, когда слышу такие комментарии и говорю, что сколько можно, 30 лет в рабстве держали нашу страну и такие позорные комментарии, просто позорные комментарии, поэтому уважаемые друзья, все игры наверху надо воспринимать следующим образом, как бы они ни крутили, они пришли для того, чтобы удержать свою власть и грабить нашу страну и не имеет значения, кто там будет председателем Сената, кто будет премьер-министром, это одна мафиозная группировка во главе с султаном Назарбаевым, он там сидит за ниточки дергает и есть у кого-то предположение, что вот Назарбаев ослаб, наверное, там в аппаратах захлебывается и Такаев принял свои решения, никогда этого не будет, никогда, пока Назарбаева не похоронят, эти группы между собой не договорятся, никогда Такаев ни одного движения не сделает, даже если Назарбаев помрет, он мебель, это нам нужно четко для себя понимать, мебель никаких решений не принимает, мебель во главе нашей страны не должна быть, во главе нашей страны не должны быть коррупционеры, воры, которые все время грабят миллиардами долларов, которые дискредитируют любого, кто выступает против них, сажают в тюрьмы, эти люди не могут и не должны быть во власти, это мы для себя должны осознать, именно поэтому сейчас все эти разговоры, они не имеют никакого значения, не должно быть никаких надежд, никаких иллюзий, мы должны ясно себе сказать, мы демонтируем эту политическую систему, мы ликвидируем должность президента, мы их всех посадим в тюрьму, для этого мы должны объединиться, платформа для этого создана, есть политические движения, демократические выборы Казахстана, платформа есть, телеграм-чат, безработные, бедные, мы заходим туда, регистрируемся, затем мы начинаем действовать, выходим на митинги, только так мы добьемся перемен, а все остальные рассуждения, это просто, что называется, как бульварные сплетни обсуждать, кто будет министром, кто будет премьер-министром, не имеет никакого значения, это воровская мафия, пришло время того, чтобы они ушли, вы видите, что происходит на юге Казахстана, там прорвало дамбу, залил весь район, там тысячи людей, остались без крова, смыло урожай, масса проблем, и если правительство сейчас не будет активно действовать, а там одни патенты сидят, вы понимаете, там какие проблемы у людей, это в условиях пандемии, в условиях, когда у людей нет работы, когда цены на нефть упали в шесть раз, когда очень скоро национальный банк не сможет удерживать искусственно курс тенге, произойдет обвал тенге, это все, что называется сложилось в одну кучу, почему? Почему именно в этом году все сложилось в одну кучу? А должно было случиться, потому что 30 лет молчали, 30 лет терпели, и они, там провал, здесь провал, и сегодня все в одну кучу свалилось, и мы попали в тяжелейшую ситуацию. Поэтому, уважаемые друзья, я хочу сегодняшнее выступление свое резюмировать очень просто. для нас не имеет никакого значения, кто там будет президентом, премьер-министром, председателем Сената, это будет член этой воровской мафиозной группировки. Для нас имеет значение, мы готовы объединиться, готовы сменить этот режим, выгнать их, поменять эту политическую систему, построить нормальное государство, демократическое. Если да, то после карантина мы это поймем, мы объявим митинг, и поэтому, когда нас выйдут десятки тысяч, тогда мы будем управлять нашей страной, тогда мы их накажем, тогда мы их заставим десятки миллиардов долларов вернуть казну государства, и только тогда мы можем говорить, что да, мы участвуем в изменениях, да, эти изменения делаем мы, а сейчас мы статисты, мы сейчас просто смотрим, что они пишут, что говорят, это как банановая республика, пришел лейтенант один с двадцатью военными, взял власть, месяц порулил, пришла другая группа, взяла власть, а народ со стороны наблюдает, вот мы сейчас в состоянии банановой республики, когда мы не влияем на принять решение, когда они делают, что хотят, и мы должны это изменить, мы должны изменить это в этом году, сейчас для нас возможность, потому что эта воровская верхушка не справится с социальными проблемами, не смогут сделать ни политических, ни экономических реформ, потому что они уже за 30 лет ничего не сделали, поэтому пора избавиться от ожиданий, иллюзии, ожидать, что завтра что-то изменится, все, надежд никаких, давайте действовать, Алгар Казахстан.